Друзья, поздравляю вас с наступающим годом и поздравляет вас с наступающим годом милейший Дед Мороз. Посмотрите, какая у него ёлочка и мешки полные подарков. Да, мои дорогие друзья, я думаю, вы догадались, я на Тишинке и иду на Блашинный рынок. Спасибо, дедушка. Пожелай мне удачи. Мы ставим в Нашином рынке на Тишинке. Ну что, народу много, продажа идёт вовсю. Ты что, прям ко мне или погуляешь? Спасибо. Посмотрите, сколько металла. Нет, просто наносите светло. А потом тряпочку пропираете, и оно будет. Это всё там просто калитие. А, понятно, чёрное. Сереброзное подцерепление сразу очистит. Потому что, ну, бронза, это, ну, это тоже нечистит. Вот так вот, потому что, видимо, ну, наверное, знаешь, как они, наверное, были ставили комплекс? Это всё мельхиор. А сколько он стоит? 1800 рублей за набор. А что-то я двойку получила. Так. Сколько такая ваточка у вас есть? Ну, вот смотрите, мельхиор. Любой можно выбирать. Ой, а ножи какие чудесные. А вот под ножи вилку у вас нету с ложками? Нет. Ну, ножи шикарные просто. О, ну, вот эти тоже неплохие. Ложечки уже. У меня серебряные есть, так что? Нет, у меня есть и серебряный большой, но у нас в чемодане. Посмотрите, как традиционно, корзенталь. Мелкий цветочек. Вот запомните это. Прелесть. А это время какое? 50-е годы. 50-е, ну да. 50-е. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Сейчас ещё ваш пистолет с ним. Роскошный. Ой. Ну, а не туда надо. А это наше ЛФЗ у вас полностью, да? Сервизик. И сколько он? 12 тысяч. 12 тысяч. Но это у ХЗ, да? Да. Я не ошибаюсь. Так. Как у вас и девушки такие. Вообще, как у вас интересные. Хорошо. Спасибо. И вазы. Хорошо, да. Что-то у вас прям всё такое оказалось красивое, интересное. А вот это ваза. Очень удачно. Здесь вы видите хорошо цены. В этот момент заиграла громко музыка, и я отключила звук. И, воспользуясь моментом, расскажу ещё немножко о художественном проекте «Блошиный рынок». Он стартовал в апреле 2005 года, и за эти годы я не раз видела здесь знаменитости с телеэкрана. Ну, а этот предновогодний рынок на Тишинке стал удивительным местом, куда стоило прийти за праздничной атмосферой, ностальгией, сказкой. Здесь предновогодняя кутерьма, которая вообще всегда порой раздражает, она здесь всегда в радости. И так приятно провести время в необыкновенной красоте, которая окружает тебя. Кстати, очень со вкусом сделаны витрины, составленные. Ну, в общем, вокруг такая красота, такой приятный цвет. А продавцы, кстати, с удовольствием делятся удивительными историями о своих сокровищах. Особенно ценно, что можно любоваться искусством прошлого Европы в рамках вынужденного затворничества и закрытия границ. И рассказы-байки о «Блошиного рынка» и радостной покупке – источники вдохновения для всех идей и свершений в Новом году. Елочные игрушки, старинная бронза, фарфор, предметы интерьера и быта. Всё это создаёт атмосферу праздника, имеет такую ретро-ауру, наполнен сказкой. И, кстати, в эти дни вход на ярмарку был бесплатным. А вот здесь, посмотрите, какая ручная роспись, а какие флаконы. Атмосферу праздника создают и нарядно одетые дамы. А я была уверена, что это всё Альберт. Это Лимош. Это Лимош, кстати, вообще очень недорогой манифик состоянии. Ой, ну-ка, расскажите мне ещё. Я просто думала, что Альберт – это вот именно Англия. Нет, это Вал Сан Ламберт. Это Вал Сан Ламберт. Вал Святого Ламберта. И это Бельгия. Я просто сейчас фотографирую там в начале пары, мне даже он ничего не сказал. Я была уверена, что это Англия. Вот если вы фотографируете, увеличите, кошечки, там даже есть и родная бирка, как и на многих вещах. Но у них обычно ещё идёт гравировка на стекле или выдавленная. Вижу, вижу. Да, вот это Сан Ламберт. Вот, например, вот эти вот бокалы Вал Сан Ламберт, тоже квадратные. Шикарные. Да. Это и на сегодняшний, и сейчас существует эта мануфактура. Они также производят стекло. Ну, это старинное. Это всё старое, это всё довоенные вещи. Сейчас уже у них такого в производстве нет. Это вот комплект. Комплект вообще сумасшедший. Такая красота. Я хочу сказать, а вот такие флакончики, они тоже уже не делают? Тоже не делают, конечно. Это всё, это роскошь поставщик. Да, поставщик. Причём они с аутентичным вот этим, как это правильно называется, с грушей. Грушей, да. Резиночка, правда, там уже немножко пострадала, но, тем не менее, всё вот этот бархатный, не бархатный, а бахрамный бахрамный бахрамный. Сразу, ой, так даже с тигра. Это наборы такие, отдельно есть штучные. Есть вот такие наборы с тиграми. 20-20. А вот этот замечательный набор, сколько стоит? Это 700 рублей стоит. Прям с ёлочкой. Да, здесь два. Смотрите, здесь что сделано? Вот здесь вместо 0-0 идёт или ёлочка, или тигр. 2-0, 2-2. Здесь два ёлка, 2-2. 22-й год. Это символически сделано. А эти отдельные что стоят? Перчаточки, варюшки. Варюшки, снежинки. Они по 300 рублей штучные. Так что, пожалуйста, есть выбор, есть. Вот тигры. Пряники, линдерные. Домик. Домик из пряников. Внутри свет горит. Да, потрясающе. Правильное название этого мероприятия – художественный проект «Блошиный рынок». Он отличается от магазинов и антикварных салонов тем, что здесь, как и на любом рынке, можно торговаться. Но в основном здесь представлены высокохудожественные, порой даже музейные вещи. И естественные цены на них соответствующие. Продавцы приезжают сюда из разных стран и привозят свой товар из Франции, Бельгии, Германии, Великобритании, Голландии, ну и других. Здесь можно получить даже консультации профессиональных реставраторов. Но что меня очень привлекает, так это широкий выбор артефактов. От предметов антиквариата музейного уровня до приятных ретро-мелочей от 200-500 рублей. Работает он 5 дней. В этот раз рынок работал с 15 по 19 декабря. А для тех, кто только собирается сюда приехать, я скажу адрес. Тишинская площадь, дом 1, ТВК Тишинка, Т-модуль. И до него можно пройти пешком от станции метро Маяковская, Белорусская, Баррикадная. Он проходит редко, примерно 5 раз в году. Ну, например, в 2022 году он будет проходить в январе, марте, мае, сентябре и октябре. Смотрите, Англия. Какая красота. Так что из Канады нам передают. Но у нас точно такое же можно купить на рынках. Посмотрите, какие замечательные пары. Но если какая-нибудь середина 20 века, то в Канаде легче купить, чем в Британии. Да? Там у них, и она говорит, дешево сейчас. Ну, все равно подорожало. В этом году даже там подорожало. Нет, просто в свое время вывезли туда-то, кстати. А сейчас бабушки как-все. Бабушки про это обратно. Ой, так это же на весь эти месяца. А я не посмотрела июнь, май, февраль, ноябрь. Боже мой, какая красота. Так, а это кто у нас? Рай Ларбер. Ну, понятно, да-да-да. Посмотрите, ну вообще сказка. Ну, это трио, как мы говорим. Да, трио. А у этих просто уже блюдец нету, да? Или просто вы не поставили? Понятно. Ваша лампа, конечно, шедевр. Но они пара идут. Две сразу. Позвольте. Правильно. Правильно. Я просто... Эти тарелочки у меня... Если площади и тарелки заболевают. Да. У меня три-четыре вот таких тарелочки. Разные. Дело в том, что это же общество садовода выпускало в Великобритании. Ну, разные. Каждый год разные. Вот. Одной меня наградили. Но какой у вас здесь нету? Я тоже участвовала в конкурсе там в Великобритании. В 2000 году. А сейчас их, по-моему, уже не делают. Спасибо. Ностальгия. Если вы имеете в Веджбуд, то да. Веджбуд. Нет. Они вообще королевское общество отменило. О. А у меня даже вот та есть тарелочка. Смотрите. Которая сиреневая была наверху слева. На левую, я понял. О. А это, по-моему, в Бонапарту что и делали. Ну, в общем, надо посмотреть. А вот этот красивый сервиз, это у вас что? Да, черный или какой? Вот с такими красивыми черными. Вы имеете в виду? Не-не-не, выше, где много. О, это, по-моему, Англия под Китай. Ну, это старый, наверное. Да, это старый. Да, это жёлтый я хорошо знаю. Спасибо. Сейчас попробую. Ой-ой-ой, не надо. Не дай бог. Там клеймо снизу есть. Да есть, но... Не исключительно. Да. Ну, очень красивый и интересный. Ой. У вас прямо от рады души увидела своё родное. Нахлынули приятные воспоминания, молодость, молодость. Спасибо. Ну, вот посмотрите, какая сказка. Здесь конгей-трансформеры, они могут быть длинные или короткие, расстёгиваются, получается. Значит, это Америка. Но мне просто потрясут. Я-то трясут. Номерные камни. Да. Ручная работа. Здесь всё. И браслет, и серьги. А это что такое? Клипсы? Да, посередине клипсы. Ой, даже клипсы. Да. Какие у вас интересные вещи. А браслет какой? Боже мой. А это сейчас делают или это по старину? Да, это современные вещи, да. Только они сделаны в винтажном стиле. В винтажном. А вот это вот мне напоминает знаменитых. Вот помните, делали стрекоза? Ой, бюджетерные. Студно делать. Про это вообще сказка. А эти, посмотрите, какие браслеты. Это, боже мой. Я прям прихожу сюда. Это с кольцом. А, нет, это два браслета. И по-разному сделаны. Цену даже спрашивать не хочу, потому что это просто уникальные работы. Это вещи, которые стоят и должны стоить очень большие деньги. Ну, посмотрите, посмотрите. Ну, вот тут девушка в книжке. У Вады, вот всякие вот такие вот цифры, которые в саду бывают. Ну, во что бывает. Ну, мальчик с врачом. А вы знаете как, записать ваши контакты. Если вдруг что-то придет в город, потому что им новенько не понравится, я вам запишу на WhatsApp и на e-mail, как вам удобнее. Ну, ладно, нет, я прохожу сюда. Какие? Дальше. Сказки и школы. Так, что у нас здесь не понравилось. Ждать из этой же серии «Учительница». А где она? А где она? А она около того, как она заходит в неделю. Она, вначале, я вам сейчас скажу, фотографирует. Ну, вообще, мы будем иметь друг. Ну, вот я говорю, у нас все пытаются обычно по тематическому растению. Так, вот она вот такая сидит. Она у меня есть. Вот, а есть еще такой же профессор. Прошусь, а не есть. Учительница у меня такая есть. Спасибо. Давайте я вам покажу вашу фотографию. Ну, тоже к поводу. Ну, это к тому, что можно искать. Здесь он, который так же сидит. У него там внизу блогу, там он не будет. Я даже не еду для вас. У вас программа какая-то прям? Это сайт. Ну, я вам дала. Хорошо. Мы в Москве, у нас там на сайте все представлены. Хорошо, спасибо. А вот скажите, это чьи фирюки? Это Франция-Лимош 19 век. Лимош. Ну, а это нет, да? Это также, это Франция, это Шантильи. Ага, это. Это Лимош, а это Шантильи. Я же, да, смотрю, они совсем. Тоже 19 век. Они старенькие, но фабрика другая. У меня глазурованный. Бисквитный фарфор, мягкий. Да. Французский. Не извините. Не скажи, что я не хочу. Какие они на сайте? Германия. Вот это тоже, да, все Германия? Практически все, да. Вот кружка впереди, Жокей. И рядом врач это Англия, тоже Роял Далтон. Вот мне тоже показалось, что это Роял Далтон. Они впервежды немножко, да. Но в основном немцы. Спасибо. Боже, какая красота. Вот мне так нравятся эти сценки. Посмотрите. Наверное, сценки больше всего. Продолжается, дорогие друзья. Посмотрите, как красиво в Москве. И я вам желаю всем эти предпраздничные дни прожить, как в сказке. С прекрасным настроением, с небольшими чудесами. Все, чтобы у вас все ладилось и получалось. Это была первая часть. А в следующий раз вы увидите вторую. Обнимаю, целую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok